Привет, друзья! И с вами Сибтэшляр. Почему я решил снять это видео? Потому что я надеюсь, что с этого будет удачное продолжение моей страницы в ВКонтактах. А понимаете, в чём дело? Дело в посещаемости. Вот она нестабильная. Когда я опубликую там какой-то один пост, допустим, не обязательно с песнями, там с видео каким-то интересным, то просмотров много. Ну, лайки поставят там, заставят. А то, что я считаю гораздо более полезным, я имею в виду в музыкальном контексте, то вот, понимаете, как-то мало смотрим. Из этого я сделал вывод. Мне нужна целевая аудитория. То есть, те люди, которые ближе к искусству, к музыке. Не обязательно музыканты. Это могут быть актёры театров там. Ну, все, кто занимается профессионально и с музыкой, и не только профессионально, но и самодеятельностью, и преподавателем, я надеюсь, полезно будет посещать мою страницу. И поэтому, вот когда, во-первых, я вижу количество людей, тех, которые действительно, ну, как бы преданно и часто заходят на мою страницу. Спасибо вам огромное. Просто огромное спасибо. Но вас мало, ребята. Ну, 20, 10, 30 человек. Что надо сделать? Дело в том, что вы лайки-то ставите. Да, конечно, мой пост поднимается там на какой-то уровень в интернете. И просматривает достаточно большое количество людей. Но это не те люди. Поймите меня правильно, потому что те, кто просматривает, это, они просматривают вообще всё. Начиная от жареных котлет и кончая анекдотами. А мне нужны люди. И такие у вас есть. В каждой семье. У каждого из вас есть знакомый баянист. Девочка молодая, которая поёт, хочет стать певицей. Кто-то в музыкальной школе учится, допустим, или преподает в музыкальной школе, или в училище музыкальном. Кто-то поёт на эстраде, успешно продвигается, рейтинг свой повышает. Кто-то на радио ведёт, радиопередачи на Казанском или на Уфимском. А почему вы редакторам не поучиться? Вы думаете, что вы всё знаете? Вы слишком начитанные? Я понимаю, сегодня время такое, когда вы не просто так делаете свои передачи. У вас есть определённый круг лиц. А как же насчёт настоящего искусства? А? Задумайтесь. А я прожил довольно долгую жизнь. Работал, можно сказать, с великими певцами. И мне есть что сказать. Вот сегодня это видео номер один. Как бы прямая трансляция, назовём это так. Вообще, я хочу начать серию моих видеосъёмок, видеопоказов с такого как бы журнала. Давайте его новым назовём. Телевидение «Ревкат». Ну, «Ревкат» Сейфуддинов – малоизвестный человек. Ну, практически вообще меня никто не знает. Мало знают людей. Прямо скажу. И это хорошо. Я этому бесконечно рад. Вы понимаете, я прожил такую очень интересную жизнь. Мне есть что вам рассказать. О каждом, буквально, столько много полезного и интересного материала будет в этих видео. Потому что я человек исторический. Я из истории. Все, кто меня сейчас смотрит, все вы родились гораздо позже, чем я. Я родился при Сталине. Я, между прочим, ребёнком маленьким. Его даже видел на мавзолее. А вы, дети, уже, так сказать, кнопки музыкальные. Вы не знаете, что такое патефон, пластинки. Вот пластинки, да. Вот я хочу рассказать. Это вот моя первая пластинка с Ренатом Ибрагимом. Она вышла в 80-м, кажется, году. Вот об этом, обо всём я хочу рассказать. Вот с этой пластинкой я поехал в Актюбинский, Актюба, посёлок в Татарстане. Там умер отец. Я приехал на похороны, а потом обратно через Казань заехал к Ренату. У нас начало нашей дружбы было ещё за год до этого. Мы в Москве познакомились. Вот это много всего. Вам это интересно будет слушать. А музыки сколько у меня? Песен разные. Да что вы! Вы дискуссии с музыкантами. Пожалуйста, я вам подскажу много интересных идей, потому что я сам этим занимаюсь профессионально, а не на уровне деревенского клуба. И вот поэтому слушайте самое главное. Вот вы увидели мой пост? Любой пост. По мере возможностей, конечно. Я не говорю, что это не армейский призыв генералам, понимаете. Делать так, ну... Нет. Но если вам что-то понравилось, вы, конечно, лайк поставьте. За это я особо благодарен. Но есть кнопка, стрелка. Поделиться. Поделитесь. А то вы вместо этого присылаете мне смайлики. Сердца вот такие во всю страницу, понимаете. Собаки там какие-то. Зачем мне это? Мне это совершенно не нужно. Ну, в комментариях можете написать. Задать вопрос. Существенно важный. Жизненно. С точки зрения музыки и искусства. Этот вопрос будет основанием сделать мне следующее видео по этой теме. Вот тогда это будет интеллектуальная страница, понимаете. А сейчас я не хочу вас обидеть. Но я наблюдаю во всех вас интеллектуальную бедность. Понимаете как? Ну, что это такое? Собаки, сердца. Ну, несерьезно это все. И поэтому если эти собаки, сердца будут так и продолжаться, да, а стоять мы будем все на месте, то я просто вот эту страницу заморожу и все. Пусть она вот так висит. Там у меня первое видео о моем ансамбле московском. Байрам. Это я его так называл. Потому что он потом в 91-м году его ханье передал. И они, эти ребята, уже тоже назывались Байрам. Но это был уже ансамбль, аккомпанирующий ханье. Это не солирующий. А у меня был солирующий со всеми моими песнями. И пели Равиль Харисов, Ханье Афархи. Мои песни. Но они в ансамбле не участвовали. Ренат Ибрагимов, Альберт Асадулин. Рима Ибрагимова. Одну песню мы тоже записали. Видите, сколько? Сколько я могу всем вам интересных вещей рассказать. Поэтому не забывайте, стрелка, поделиться. И поделиться не с кем попало, а с вашими друзьями, знакомыми из музыкальной, артистической среды. Вот как вопрос стоит. А у вас таких, я уверен, много. А если они захотят подписаться на мою страницу, пускай подписываются. А я из того списка друзей, у меня их 10 тысяч, предел. Там некоторые отписываются, а я еще их поскриву маленько, посмотрю, кто чем там занимается. Там какие-то и фирмы есть, и совершенно ненужные люди вообще засоряют. Я их отодвину, а ваших людей в друзья зачислю. И вот у нас будет, ну хотя бы мы соберем человек 100, которые будут постоянно. Если мы этого не сделаем, нет смысла, поймите меня хорошо. Нет смысла. Цена по затрату времени, цена всего этого процесса, она будет неоправдана совершенно, понимаете. Время жалко. Вот об этом я хотел вам и рассказать. Ну все. Пока-пока.